Всем привет, друзья! Сегодня будет обзорчик, так сказать, по просьбе подписчиков, по просьбе зрителей. Попросили записать вот это пиво, как оно правильно читается, Шлёс Келлер. Шлёс Келлер, собственно, я его взял из магнита, и также вот этот вот золотой кабанчик. Идёт сюда же пиво производства ТАД Спиртпром, то есть как бы будем пробовать пиво этого завода. Ну, как бы я его пробовал, и это конкретное пиво, вот эти вот шлёсы я пробовал. Ну, как бы несколько, так прям что-то много человек мне написало, типа попробуй, запиши обзор. Ну, окей, записываю, хотя как бы изначально не планировал, взял под это дело вот такую рыбку, пелить называется. Прикольная, кстати, рыбка. Ну, в кадре я её и кушать не буду, это как бы я потом за кадром всё это дело потреблю. Вот. По ценам, по-моему, по 50 что-то рублей, 52 или что-то около того всё это пиво стоит, по-моему, одинаковая цена, но жёлтый ценник был. То есть подразумевается, что это как бы по скидке, это что-то не так прям уж дёшево, как бы хотелось мне. Ну, в общем, поехали. Давайте, давайте то, что я не пробовал, а я не пробовал, я вот этого золотого кабана. Вообще вот названия вот такие вот, кабан какой-то, да, там на пиве, там на водке, не знаю, на что-нибудь такое, мне как-то наводят какие-то такие ассоциации непонятные, типа, что это вообще такое, что за кабан? Что это за пивное название такое, кабан? Ну, давайте посмотрим, что здесь написано на наших баночках. Кстати, все объём 0,45, как, в принципе, уже сейчас водится для пива, произведённого в России. Давайте посмотрим. Состав. Вода питьевая, сол, пивоваренный, ячменный, ячмень пивоваренный, хмель, гранулированные хмелепродукты. Сусло 11, алкоголь 4,9. Ну, и, собственно, вот, кроме того, что здесь написано, твой трофей, золотая добыча, типа такой медальки, с этой стороны написано натуральный стопроцентный состав. Вроде, в целом, в пиве так это всегда и есть. И, ну, и тут производство, адрес, как бы, ну, не очень интересно, светлое написано, всё. Ну, всё, открываем, и кабанчик нарисован. Давайте смотреть, что за пиво. Давайте его налью вот в эту вот кабанью большую кружку. Раз такое пиво, то и кружечку, как говорится, подберём ему соответствующую. Вообще, в принципе, вот, я думаю, что у ТАЦ Спирт Прома будет пиво, всё такое, знаете, не слишком плохое, ну, естественно, и не слишком хорошее, такое всё, ну, под рыбку, ну, может, не совсем какой-то. Короче, по цвету такое, ну, достаточно золотистое, прозрачное абсолютно. Ароматику, к сожалению, уловил какую-то уже не самую хорошую, при том, в тот момент, когда я говорю, что ожидаю, что пиво будет в целом какое-то такое адекватное, но... А нет. Ну, это такие... Это... Такой хмель. Он мне не просто не очень нравится, но, в принципе, это такой нормальный хмель, и он, кстати, не так редко даже вот немецкое пьёт, вот что-то таким пахнет. Немножко, помимо вот этого, какую-то сладость я чувствую. Какая-то, может, аптека немножко вот ароматика есть. Давайте попробуем. Карбонизации не хватает вообще. Пиво пьётся просто как абсолютно негазированное. Оно немножко сладковато. И вот это вот не самый приятный вот этот вот солод, хмель, вот это всё чувствуется. Ну, как бы вот под закусочку, как оно планировалось браться. Оно подходит, но пиво мне не нравится. Я бы такое пиво не брал за полтинник. Не, не хочу. Но как бы под рыбку залетит. Так, давайте дальше смотреть. У нас здесь два этих пива. Я их обои попробовал. Одно мне, в принципе, ничего так зашло. Второе мне не понравилось. Я не помню, какое мне не понравилось. Ну, потому что мне и второе так, оно просто более-менее зашло. И как бы ничего особенного. Поэтому как-то так. Ну, давайте начнём с Пилснера. Скорее всего, мне потому что нефильтрованное понравилось больше. Давайте посмотрим, что здесь пишут. Шлёцкеллер Пилснер. Состав вода питьевая, солд, пиво вареный, ячменный, хмель, гранулированный хмелепродукт. Экстратива с начального сусла 11, алкоголь 4,8. Ну, как бы там было 4,9, здесь 4,8. В принципе, нормально. Я как бы не особо вижу там разницы, да, там, не знаю, там в лагере у тебя будет там 4,7 или там 5,2. Ну, как бы 10%, да, но мне кажется, оно особо ни на чё не влияет. Давайте выльем всю эту баночку, 0,45 нашу. Ну, здесь у нас цвет такой, он более янтарный какой-то такой. То есть, если их сравнить, здесь, конечно, было такое золотистый. Здесь более такой какой-то янтарный, но тоже достаточно такой прозрачный. Давайте ароматику посмотрим. Здесь какого-то такого яркого аромата я не чувствую. Немножко солода. В принципе, ничего особенного, но чувствуется, что слабая ароматика, слабая ароматика. Давайте, в общем, попробуем. Тоже пива, знаете, газации нет. Достаточно такое сладенькое, соложеное, такая водица, вот как говорится, соложеная водица. Опять же, мне пиво не нравится, но под рыбку, в принципе, оно как за пивочка. Хотя вот здесь какое-то еще послевкусие не самое такое приятное. Я боюсь, честно говоря, я сейчас плавничок закусил бы, так сказать, плавничком, но я боюсь, что собью себе вкусовые рецепторы к следующему пиву, поэтому давайте я его все-таки налью, попробую, а потом закушу все-таки плавничком все это дело. Да, забыл прочитать, что здесь пишут. Это пиво Шлёскеллер нефильтрованное, вода питьевая, солод пивовый, речмейный, хмель гранулированный, хмель и продукты, дрожжи пивные, экстрактивность Сусла 11, алкоголь 4,7, здесь еще меньше. Но вот это, по-моему, пиво мне понравилось больше, чем то, что называется пилснером. Видите, здесь есть газация, сразу видно. Даже пенка какая-то образовалась, она даже отличается по тому, как ее насытили. Углеводород, да, правильно вот это называется. Ароматика. Ну, такая, знаете, тоже слабая, немножко что-то хмелька какого-то, немножко сода какого-то, что-то такое. По цвету, ну, нефильтраж от... Не от этого, а, скорее, что-то такое среднее между тем и этим, и в нефильтраже мутноватенькое. Давайте попробуем. Здесь есть вот эта карбонизация, она, естественно, делает такое пиво, вот, ну, не особо интересное. Оно делает его интереснее, потому что оно становится каким-то таким игристым, газированным, таким немножко веселеньким. Здесь есть даже немножко какую-то горчинку немножко ощущаю. Тоже, да, оно какое-то такое. В первый раз оно мне, походу, получше показалось, сейчас немножко похуже. Но, в целом, вот, под рыбку, мне кажется, оно все пойдет. Сейчас я сделаю, что хотел. Это вот плавнички вот эти попробую. Кстати, напишите, какую вы рыбку, допустим, любите к пиву. Я вот взял перец в этот раз. Я как-то брал, но достаточно давно. Мне вот что-то захотелось взять. Точнее, не было того, что я обычно беру. Не было в том виде, в каком я хотел бы это дело видеть. Вкусная рыбка, кстати. Прикольно. Мне нравится, когда рыба вот не сухая. Я не люблю сухую рыбу. Люблю жирную такую рыбку. Хорошую, не пересушенную. Так, смотрю на нее. Аж пиво мне этого больше захотелось. Ну, ладно, все это дело сделаем за кадром. Давайте подводить итоги. Что у меня получается? Ну, ни одно пиво я не скажу, что мне понравилось. Лучше всех, однозначно, это вот это вот нефильтрованное. Эти сладкие, негазированные, такие, знаете, не самые лучшие представители такой солодовой водички. А может, в принципе, в этой стилистике они неплохи. Как за кусочка к рыбе, точнее, за пивочка к рыбе вполне годно. Но вот так вот пить, конечно, самостоятельно я бы ни одно из этих пивов не хотел бы. В общем, ничего брать не хотел бы больше. Собственно, обзор записал. И, надеюсь, уже на третий заход по вот этим шлоскелерам я не пойду. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вам это пиво. Пишите, в целом, какое пиво хотели бы видеть на канале. Как бы я читаю и стараюсь к этому прислушиваться. Вот. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok